Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о способах размножения традесканции. И начнем с черенкования. Самым популярным способом размножения является вегетативный. Мы уже говорили, что традесканцию постоянно приходится прищипывать, подрезать удлинившиеся или оголившиеся побеги, чтобы сохранить декоративность быстро растущего кустика. Эти черенки можно укоренять в любое время года, как в воде, так и в субстрате, например, в смеси торфа и песка или в смеси листовой земли, перегноя и песка в равных долях. Каждый коршочек рекомендуется сажать сразу по несколько, по 5-6 черенков длиной около 10-15 см. Приблизительно через неделю-две появятся корешки. Деление куста. Это самый быстрый способ размножения, позволяющий из одного получить сразу два отдельных взрослых растения. Куст делится во время весенней пересадки растения. Перед делением рекомендуем хорошо полить землю в коршке. Затем аккуратно выньте куст из коршка и разделите его чистым острым ножом на две части, которые рассадите по разным горшочкам. Ну и выращивание тратесканции из семян. Это более трудоемкий и длительный процесс. Почва понадобится питательная и влагоемкая. Температура в помещении должна быть постоянная около 20 градусов. Посадку в мини-теплице проводят в марте. Семена высаживают на глубину 0,5 см. Во время выращивания регулярно проводите орошение субстрата теплой водой и проветривание теплички. Цветение молодого кустика можно будет увидеть на третий год после посадки семян. Ну вот собственно и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока. До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok